Отлично. Все. И у нас сегодня, во-первых, праздник Пурим. Везде, кроме Иерусалима. А во-вторых, глава Теса. И сегодня у нас третий день. Третий день этой главы. Значит, начат запись. Все. Всех поздравляю, кто живет в городах не в Иерусалиме. Значит, сегодня Пурим. Уже начался праздник Пурим. Вот, как раз он идет в разгаре. Мы сегодня чуть-чуть поговорим про праздник Пурим. И поговорим про недельную главу. Как раз Тетиса сегодня один из самых важных разговоров во вселенной, вообще в мироздании, за всю историю. Сегодняшний отрывочек, да, он короткий достаточно. На третий день. Было первых два очень длинных. Наверное, самый длинный, который я видел отрывки. А на третий день отрывок очень короткий, но при этом прямо основополагающий. Такой прям невероятно сегодня важный отрывок. Давайте его мы сейчас послушаем и постараемся понять. Хотя он настолько глубокий и настолько сложный, что понять его будет непросто. Я вам сейчас сразу скажу. Значит, и сказал Муше Богу. Да, вы помните, идет, вся эта беседа идет после того, как Иерусалим народ сделал золотого тельца. И мы вчера обсуждали, как это было, кто его сделал, как его сделали. Но, тем не менее, факт остается фактом поколения исхода из Египта, которые видели своими глазами 10 казней, которые прошли сквозь море, которые было дарование Торы, получили Торы, которые были все на уровне пророков, которые говорили «Зек и Лива, это Бог мой, и я, значит, и Он одно целое». В какой-то момент, когда их лидер Мошер Абейну поднялся на гору, и его не было 40 дней, они в эти 40 дней с величайшего своего духовного уровня, на котором они были, они опустились до уровня, когда им нужен был посредник между ними и Богом, и они попросили, чтобы, значит, сделал Аарон. Не они попросили, Мади попросили, но они как бы не убили этих магов, они послушали. В общем, появился золотой телец. Вот Бог после этого хотел уничтожить еврестия народ, стереть его. Мошер Абейну сказал «Если ты их уничтожаешь, меня тоже сотри». И вот сегодня продолжается этот разговор между Мошер Абейну и Богом. «Вайомер Моше Эль Ашем». И сказал Моше Богу «Ре, атау мэр эляй ааль этамазе». «Смотри», он ему говорит, «ты сказал мне, подними народ этот возле горящего куста». Это был разговор. Бог посылает Мошер Абейну в Египет, к народу, который 200 лет был в рабстве, рабы. И говорит, подними их «Ваата лоадатани эташерти шлахими». «И ты меня, значит, не сообщил мне, что ты пошлешь со мной». «Ваата амарта еда тиха бешем». «И ты сказал мне, что я сообщу тебе имя». «Вегам мацата хэн бэйнай». «И что ты нашел приятность в моих глазах». Мошер Абейну передает Богу, как бы возвращает Богу, то обещание, с которым Бог его послал тогда в Египет. То есть Мошер говорит, ты сказал, что ты будешь со мной, что ты будешь говорить через меня, что послал меня поднять народ этот из Египта, вытащить его. И ты сказал, что я тебе нравлюсь, что ты, Мошер Абейну, нашел хэн бэйнай, нашел приятность в моих глазах. «Ваата имна мацати хэн бэйнэха». И теперь он говорит, если нашел я приятность в твоих глазах, сообщи мне, пожалуйста, драхэха. «Вээдаха лиман эм ца хэн бэйнэха». «Сообщи мне, пожалуйста, свои пути, и узнай я, как я нашел приятность в твоих глазах». «Урэ ти анхо агоэзэ». И увижу, что за народ, вот это племя это. Мошер Абейну, другими словами, он Богу говорит, я прошу тебя, сообщи мне, я хочу понять, как ты управляешь миром. Он говорит, я не понимаю, как ты управляешь миром. Действительно, в этом вопросе, вот если этот вопрос перевести на простой язык, да, на наш язык. Бог сотворил мир, посадил первого человека в раю. И потом посылает к нему змея, который этот змей его совращает. Зачем? Каин и Эвэль приносят жертвы. Эвэля жертву Бог принимает. Каин, значит, убивает Эвэля. Непонятно. Еврейский народ, который 200 лет в рабстве, потом он выходит. В общем, Всевышнего, он непонятен Всевышний. Талмуд, Уснатор, она этот вопрос, его как бы расшифровывает и говорит, что Мошер Абейну спросил у Бога очень простой, понятный вопрос. Почему есть злодей, и ему хорошо, и почему есть злодей, и ему плохо. Почему есть праведник, и ему хорошо, и есть праведник, и ему плохо. То есть, он задал вопрос, который мы наблюдаем неоднократно в этой жизни, что одно и то же действие иногда приносит совершенно два противоположных результата. Есть злодей, прям, ну вообще, негде пробы ставить, и бах, его сбила машина, и мы говорим, ну вообще, справедливость есть в этом мире, есть справедливость. Второй такой же злодей, точно такой же, он, значит, там живет 98 лет, преступник, который убивал там детей в концлагерях и дожил до 107 лет, да. Мы говорим, что это такое, почему так, где справедливость. Теперь смотрим на праведника, один человек хороший, добрый, всем помогает, и у него семья, дети, внуки, деньги, признание, молодец. То есть, другой человек хороший, добрый, все, и, значит, умер в 30 лет в страшных мучениях, не дай бог, да. Вот это то, что Машарабейну Богу говорит, объясни мне, пожалуйста, свои пути, как ты управляешь миром, и почему, значит, я нашел приятность в твоих глазах, почему именно я? Машарабейну, он из Египта убежал, он жил вообще непонятно где, потом его посылает Бог выводить в рельский народ, почему именно его? Так, ваюмар панай и леху ванихатилах. Бог ему ответил, значит, Бог ему ответил, панай и леху ванихатилах. Значит, значит, еще тут есть одна вещь. Помните, Бог сказал, что я не буду идти с вами. Он сказал тогда, что я с вами идти не буду. Это было как раз в прошлом, вчера мы читали. Он сказал, я пошлю с вами, я пошлю с вами ангела. И вот здесь как раз Машарабейну ему тоже говорит такую вещь. Сейчас, секундочку. Мне нужно одну вещь посмотреть. А, это был ответ Бога. Ответ был Бога. И сказал, панай и леху ванихатилах. Значит, что сказал он, я с вами сам лично пойду. И, значит, я буду с тобой. Да, он ему Машарабейну сказал. Машарабейну отвечает, если ты не пойдешь с нами, то тогда меня не поднимай отсюда. То есть, Машарабейну говорит так. Если ты сейчас оставишь еврейский народ после греха Золотого Тельца, тогда, говорит, я тоже не пойду никуда, не поднимусь, все оставь. И как я узнаю, что ты, значит, остаешься, что Мацати Хэн Бэйнеха, что я, что твоя, как бы, любовь к еврейскому народу остается, ко мне и к народу этому, значит, иди с нами, иди с нами, всегда будь с нами. И Нифлину Анивеамхо Миколь Амашер Альпнея Дама. И отдели меня и народ твой от всех народов, которые на поверхности земли. Дальше будет завтра мы, завтра у нас пурим, завтра у нас, давайте подумаем, в Иерусалиме завтра пурим, и завтра у нас этого урока не будет, скорее всего. Ладно, тогда давайте, знаете, как мы сделаем? Как мы сделаем? Секундочку, если завтра у нас пурим, если завтра у нас пурим, давайте мы так сделаем. Смотрите, я сейчас послезавтра утром улетаю. И тоже я не смогу урок провести, я утром улетаю. Давайте, знаете, как мы будем делать? Я буду уроки записывать, да, то есть я не буду прямой эфир завтра проводить, и послезавтра, и в пятницу тоже, да, получается сейчас три дня, прямых эфиров в 10 не будет, три дня, но я в течение дня, блин, я буду записывать 20-минутный урок по недельной главе, и буду в телеграмм его отправлять, чтобы тот, кто хочет послушать этот 20-минутный урок, значит, он его послушает. И мы, дальше просто идет продолжение этого разговора, но я без подготовки не хочу, я хочу, значит, все-таки, это один из самых важных разговоров, потому что, получается, какая очень интересная вещь, значит, Всевышний, он сотворил этот мир, и он в этот мир поставил человека, этот человек, первый человек, это было отражение Всевышнего, и дальше этот первый человек, он как размножается, как размножается, 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 и в каждом из нас есть в миниатюре вот этот вот первый человек, Адам решен. Теперь есть люди, которых Бог не интересует, как в принципе не интересует. И появился Авраам, который сказал, что я выбираю только Бога в этом мире, мне ничего другого не интересует. И Авраам прошел 10 испытаний, потом Ицхак прошел испытания, Яков прошел испытания и стал Исраэлем. И от них пошел народ, который стал народом священников. Но он тоже был не готов принять Тору и принять знания о Боге, пока не побыл 200 лет в рабстве. В тяжелейшем рабстве, чтобы сломать вот это эго, сломать все какие-то мысли о важности этого мира. То есть у раба нет никакого своего Я, чтобы присоединиться потом к Богу и стать народом священников. И вот они выходят, получили Тору, вроде бы, ну то есть, как бы вся была технология соблюдена, чтобы получили Тору, стали одним целым, приняли Всевышнего и распространили знания о Боге по всему миру. Но что? Но потом вот этот вот золотой телец. И получается, Бог хотел уничтожить эверестный народ. И Машерабену уговаривает Бога, что он говорит, смотри, если они не справились, так никто не справится. То есть давай уже с ними работать, давай уже не оставлять, а давай, как бы, будем с ними работать. И Бог согласился. Завтра мы как раз, вот этот вот разговор между ними, там очень много нюансов. И очень много нюансов, это самое глубинное понимание, как работает мир. Самое глубинное понимание, как работает мир, почему есть праведник ему хорошо, есть праведник ему плохо. И почему есть злодей ему хорошо, есть злодей ему плохо. Машерабену задал этот вопрос, и Бог ему ответил. Здесь конспект разговора, здесь непонятно. Вы можете читать справа налево, слева направо, снизу вверх, можете читать этот разговор, ничего не понятно. Но есть устная тора, которая этот разговор разбирает в трактате Брахот. Это первый трактат Вавилонского Талмуда. И там разбирается этот разговор на двух страницах. И там такие нюансы, что вообще. Но это именно позволяет понять, почему есть... То, что Маша Рабену спросил Бога. Сообщи мне свои пути. Я хочу понять, как ты управляешь миром. Значит, ну завтра, послезавтра постараюсь как бы то, что я понял и то, что я постараюсь вам донести. Хорошо, теперь на Пурим. Переходим на Пурим. Пурим это является следующей такой глобальной станцией вот этого золотого тельца. И те события, которые были с золотым тельцом, они же повторились на Пурим, но только чуть-чуть по-другому. И когда мы изучаем Медила Тестер, события Пурима, которые были 2400 лет назад, мы тоже видим в этой как раз, это был, может быть, даже ответ на вопрос, как работает мир, как Бог управляет миром. Потому что именно для этого мы изучаем Медила Тестер, чтобы понять, что было, что думали люди, что они делали и что в итоге вышло. И мы, когда изучаем Медила Тестер, мы видим всю вот эту вот систему. В этой системе задается, в трактате Медила, в Усной Торе, задается вопрос. Почему Бог хотел уничтожить евреевский народ в то время, да? Напомню, что это была Персидская империя, Персидская империя, в которой было 127 автономных округов. В этой Персидской империи становится премьер-министром Аман, который был как Гитлер, да, он был Амалек такой, который ненавидел евреев. Был еврей, один из главных евреев, звали его Мордыхай, который вступил в конфликт с этим премьер-министром, с Аманом, который, Аман, он, все должны были ему поклоняться, там, ну, это была часть этого поклонства. И Мордыхай отказался ему поклоняться, и Аман задумал уничтожить не только Мордыхая, а весь еврейский народ по всем странам. Окончательное решение еврейского народа, еврейского вопроса, это придумал Аман, хотел уничтожить всех. И так как он был премьер-министр, издали указы, что 13-го числа месяца Адар, 14-го числа месяца Адар, значит, должны были убить всех евреев по всем странам. Но в последний момент, в последний момент все перевернулось, и царя Хашверош, царя был премьер-министр, царь убил этого Амана, сам лично приказал убить Амана, повесить его сыновей, и евреям дал возможность защищаться и убить своих врагов. И получилось, что все перевернулось в этот день, и потом стал премьер-министром кто? Мордыхая, правильно, то есть тот, кто был как бы уже там в этот день, когда все перевернулось. Аман уже построил виселицу, чтобы повесить Мордыхая, и вот все у него было уже задумано, он был на вершине власти, на вершине прямо все успеха. И он думал, ну все, значит, ну нет в мире человека сильнее, чем я. И в один момент все перевернулось прямо противоположным образом. И задается вопрос в Талмуде, задается вопрос, почему Бог хотел уничтожить евреистия народ, потому что вот этот приказ на уничтожение, он был подписан. И сказать, что этого не произошло, это практически произошло, в последний момент это остановилось. Значит, почему? В Талмуде отвечают, потому что они поклонились идолам. Когда они поклонились идолам? Когда евреев выводили из Израиля, то есть как они попали вообще в эту Персидскую империю, был первый храм, и первый храм разрушил царь, которого звали Навуходный царь, был такой великий царь вавилонский. И когда они разрушили первый храм Иерусалим, они угнали евреев вавилон, значит, в изгнание. Евреи там жили 70 лет, и эта вся история была через 70 лет изгнания. Значит, и говорят, когда они проходили, проходили через, по дорогам их вели, то там была огромная золотая статуя Навуходный цара, как мавзолей Ленина, как памятник Ленину там в каждом городе. Это, вы знаете, также был памятник этому Навуходный цару. И их всех заставляли кланяться, и они все поклонялись, а Навуходный царь, они его считали идолом. В древнем мире каждый царь себя обожествлял, и он говорил, что это я, как фараон, это я создал мир. Ну, в общем, были цари, они считали себя наместниками бога на земле. Даже не, богами на земле они себя называли. И, значит, это была золотая статуя, это было как это поклонство. И было три пророка, Ханани, Мишель и Азария, которые не поклонились. Их бросили в огонь, и они не сгорели. То есть, вышний их спас. А остальные проходили и поклонились. Тогда Талмуд задает вопрос, если они поклонились идолам, так заедало поклонство, смертная казнь, почему же тогда все-таки бог, их в итоге, они все остались живы? Я отвечаю, Талмуд, потому что они поклонились физически, а в сердце не поклонились. То есть, они понимали, что это вообще чушь какая-то. Но физически они поклонились. То же самое было, наказание было очень равноценное. То есть, было год, они жили под страхом смерти, и потом по-настоящему они остались живы. То есть, все в этом мире идет изнутри, снаружи. То есть, все, что приходит к человеку, это его отношение к людям, к миру, к Богу. И оно к нему возвращается какими-то событиями, которые происходят в его жизни. И получается, вот это параллель. То есть, они сделали золотого тельца. Бог хотел их уничтожить, но не уничтожил. И вот это вот наказание, которое было уничтожить, оно висело над еврейским народом до катастрофы. Но катастрофа последняя, которая была, да, когда 6 миллионов евреев было убито. Теперь, но в момент Пурима то же самое. Висело над ними вот этот же грех золотого тельца, который они включили тем, что они поклонились идолу. Но потом, когда они уже знали, что они их могут убить, они все, то что называется Хазрубетшува, вернулись. И в сердце они опять приняли Тору, Всевышнего и так далее. И все это наладилось. Но потом происходят разные раздачи, которые приходят и в каждую раздачу. Помните, было перед революцией 1850 год, значит, было, началось движение Аскала. То есть в Европе евреи, особенно в Германии, они начали отходить от Торы. И что интересно, поразительно, что в Нюрнберге в 1800 каком-то году были приняты, вот этими вот реформистскими евреями, был принят, типа, какой-то меморандум, что наша столица теперь Берлин, мы не хотим в Иерусалим, и мы, значит, полностью, как бы, снимаем с себя всю нашу еврейскую идентичность. И именно в Нюрнберге потом были приняты нюрнбергские законы, которые евреев вывели за пределы гражданского общества Германии. Сказали, что мы, вы хотели зайти сюда и стать равными, мы вас вообще полностью лишаем всех прав. И именно в Нюрнберге потом были приняты вот эти вот законы, по которым евреев там убивают начали и так далее. И в Нюрнберге казнили этих нацистов, которые были за чинщики. И казнили их когда? В 1946 году, которые, как повесили, 10 сыновья мана. То есть мы видим, что вся история, она идет по каким-то определенным, по определенным схемам и шаблонам, которые были заложены как раз в моменты, когда Авраам, Ицках, Яаков, Машер Абейну разговаривали с Богом. И получается, что мысль одного человека, но именно такого, который близок к Богу, она может поворачивать потом историю. Теперь мысль одного человека, а получается так, что ведь каждый человек, он где-то близок к Богу. И его мысль, его творчество, его свобода выбора, она меняет жизнь человека. То есть каждый из нас внутри производит какой-то новый мир своими выборами. Теперь если человек, он занимает какой-то пост, и он влияет, он лидер, то его выбор влияет и на выборы других людей. То есть чем более ты влиятельный, тем более твой выбор влияет на жизни других людей. Но каждый из нас больше всего влияет на свою жизнь. И вот как раз здесь вся Тора, которую мы учим, все, что мы делаем, пурим и так далее, это все нас учит. Это конкретный тренинг, как выстроить свой внутренний мир для того, чтобы внутри иметь чистую, светлую связь со Всевышним. И благодаря этой связи пройти жизненный путь с максимальным качеством жизни и удовольствием. И перейти на следующий уровень духовного своего совершенствования, когда тело умрет, с максимальным запасом баллов, биткоинов и так далее, что можно вытащить из этого мира. Все, значит, на пурим нужно, первое, помочь бедным. То есть нужно помочь людям, у которых на сегодняшний день нет денег, стать для них ангелом, который передает им деньги. Друзьям нужно вложить в друзей, дать им еду какую-то, с ними вместе покушать. Это Мишло Ахманот, послать два каких-то яблочка там и селедочку, или там вина бутылку и колбаску, чтобы было два вида пищи. И желательно вместе с другом это и скушать, и выпить. И почитать Медилу, кто не читал, почитайте еще раз всю эту историю. Есть цикл моих уроков Новоикра. Я когда-то провел прям 4 или 5 уроков. Медилат Эстер 10 глав. И полностью с комментариями Малбима там раскрыто, полностью глубоко очень раскрыто, что было в этой истории. Значит, можете послушать, если будет время. И сегодня перед заходом солнца нужно сделать с хлебом трапезу. Значит, выпить стакан или два стакана вина, чтобы чуть-чуть сместилась ракурс привычного понимания, да, картина мира. Чтобы понять, что все от Всевышнего. И даже то, что нам кажется плохо, оно в итоге может быть самым большим добром для нас. И вот этот вот момент, он очень зависит от того, во что ты веришь. Момент, когда тебе плохо, ты не понимаешь, что это для хорошего. Но это реально для хорошего. И вот сегодня как раз можно это понять. И у Всевышнего еще раз во время трапезы нужно все время молиться и просить Всевышнего, чтобы он сделал для вас чудо. Каждому из нас, каждый считает что-то чудом, но для Всевышнего нет чудес. Для Всевышнего весь этот мир это одно большое чудо. Поэтому я вам желаю, чтобы вы сегодня, значит, выполнили все заповеди и заслугу заповедей, чтобы Всевышний выполнил ваши молитвы, чтобы Бог выполнит все запросы твоего сердца для твоего добра. Для твоего добра, потому что иногда просишь не то, но если ты говоришь, дай мне это для моего добра и для добра всех людей, тогда Всевышний разберется. Все. Всем удачи и успехов. Пурим СМЭХ. Значит, завтра и послезавтра уроков не будет в 10 утра, но в течение дня я запишу 20-минутные уроки, чтобы мы не прерывались, и размещу на канале ВАИКРА. Все. Всем пока. Удачи и успехов. Пурим СМЭХ. 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 Продолжение следует...